здравствуйте я сергей новиков вы смотрите программу загородной премудрости прививка плодовых деревьев сможет ли ею овладеть каждый мне кажется что в этом ничего сложного нет если грамотно найти педагога а такой педагог у нас сегодня есть это алексей крылов к нему я сейчас и направляюсь алексей добрый день для прививки у нас все готово имеется яблоня как минимум да это яблоня и что мы будем прививать ну я предлагаю сделать ряд прививок основных которые должен уметь каждый садовод и также при прием экзотическое в нашем варианте исполнения это грушу на яблони это тоже будет хорошо это возможно эта прививка носит кратковременный характер но по крайней мере этого вносит некоторые разнообразие и довольно таки интерес прежде всего и у вас и у соседей получить нормально плоды груши на яблони алексей прежде чем мы расскажем что необходимо для прививки и как все это выполняется я хотел бы узнать вот такое молодое дерево сколько прививок можно на нем сделать ну как правило на плодовых деревьях вот такого возраста этому дереву порядка где-то 10-12 лет можно сделать где-то 35 прививок для него это для него это нормально она сделает хорошую сформировать из этих привитых ветвей хорошую крону будут которые будут давать урожай на примере максимальное количество есть садовода умельцы которого на одно дерево могут привить 30-40 прививок но по моему мнению это перебор ограничимся все-таки 35 достаточно что нам для этого нужно по минимуму первое это ваше желание сделать что-то новое потому что прививка это является вегетативным способом размножения растений мы должны понимать всю свою ответственность в этом дерево никогда не будет уже прежним да это вы вносите новую лепту дело уже новое садоводстве далее значит далее вы должны иметь хотя бы минимальные навыки прививки потому что вы работаете с очень острым инструментом но пока мы не попробуем мы не можем да насколько это сложно насколько это опасно поэтому любую работу мы должны с чего-то начать ну как правило подготовка проводится сначала аудиторное занятие какие-то минимальные знания должны быть мы вам попробуем сейчас все рассказать значит прежде всего вы должны понять что такое подвой что такое привой я это знаю вот поправишь меня если что так вот это у нас подвой это то на что мы будем прививать правильно а привой это то что мы будем прививать в крону это правильно это надо запомнить рации на всю жизнь да путать нельзя в руках привой растет подвой ну да так она есть так а что мы используем в качестве вот этого прививочного материала в качестве прививочного материала берутся однолетние приросты прошлого года хорошо сформированы выполнены и взятые на прививку в феврале в марте месяце то есть главное чтобы почка не распустилась можно взять и в апреле месяце прививочный материал но главное что почка не тронулась в рост это очень важно это главное потому что если почка тронулась в рост у вас не произойдет хорошего срастания комбиального слоя соответственно даже будут листья но черенок потом отвалится я понял поэтому если у вас нет прививочного материала сходите в сад свой соседям возьмите но чтобы почка не была открытая хорошо что в руках у тебя еще имеется что это за бобина значит вот эта бобина называется обмоточная лента это обычная полиэтиленовая плюда ну это не обычно это обычно да необычно вот в данном примере это специально привычная лента она у нас светоразрушаема то есть обвязку необходимо после прививки снимать где-то в августе сентябре месяце если вы прививаете весной то вот эту ленту можно и не снимать она на свету разрушаться потом сама отпадает такую ленту не везде можно купить поэтому садоводы как и в советские времена я рекомендую я этим тоже пользуюсь сдаю брата колю это обычная изолента но опять же накладываем изоленту наматываем липкой стороной вверх это тоже важно потому что при соединении привой и подвое вы выполняете хирургическую операцию любая зараза в любой клей посторонние вещества мешает срастание прививки понятно будем липкой стороной наружу я знаю что обычно в распоряжении тех кто занимается прививками имеется специальный нож да мы освежаем либо срезы либо готовим привой на привычные ножи бывают различные вот есть универсальная есть для различных способов прививки так вот окулировочный нож существует но до прививка применяется летом в июне вот этот классический нож ну-ка он очень острый значит острота сравнимо с лезвием бритвы опасной пользоваться надо очень аккуратно есть также вот такой нож это малый садовый нож тоже можно использовать для прививки на более таких толстых подвоях острота и там и там одинаково то есть инструмент в первую очередь должен быть правильно подобран зато чем он должен быть заточен хорошо заточен идеально то есть если с прошлого года где-то у вас валялся в столе нож он не подойдет для прививки он подойдет но его надо подготовить его надо подготовить чтобы лезвие у вас было остротой бритвы проверяется либо на свободно листи в висящем листке бумаги либо на тыльной стороне ладони волосы бреют моку на мокром состоянии надо намочить так значит все хорошо да и сухом бреет лёш итак поехали что у нас в руках вот это подвой который на 3 вы понял а привой который мы заготовили месяц да мы в марте вместе заготовили привод как его хранили мы его хранили в марте когда у нас были снега снег еще лежал мы его хранили в снегу в пакет полиэтиленовый и снег главная задача хранения подвоя чтобы он не высох не потерял тургор потому что сухой подвой привой он опять же не идет на прививку да он не успеет срастись он высохнет если у вас нет снега вот как данном случае то хранить в холодильнике как в овощном отсеке смотрим на дерево вот ты предпочитаешь какое место кроны делать эту прививку как правило прививку делают на ветви скелетной ветви 2 3 порядка же то есть это вот эти ветки это очень удачная ветка здесь у нас в кроне отсутствует ветка мы его специально обрезали оставили на прививку а чем она тебе нравится этот ответ расскажи в секрет то что она является это вторым порядком вот первого порядка ветвь идет вот ведь продолжение это ветвь у нас идет второго порядка эта ветка она тоже она сформирована в прошлом году смотрит наружу кроны к наружу кроны и у нас вот в этом кроне не достает веток поэтому нам необходимо чтобы сбалансировать крону по сторонам света должны здесь быть добавим густоты добавим новый сорт что это у нас так значит еще по правилам прививки значит сначала готовим подвой потом делом привой почему потому что все-таки требуется время особенно у начинающих садоводов это может занимать там несколько минут там пять-десять минут пока рука еще не стабильно но в принципе чем быстрее мы делаем чем быстрее тем лучше потому что высыхание срезов это тоже опасность не сразу не срастание прививки поэтому работаем быстро как правило профессионалов прививку занимают полминуты начинаем с подвоя что мы делаем значит готовим подвой так придется помогать обязательно так ножи за ручку только берем ассистентом да хорошо готовим подвой значит мы с секатором срезаем ниже замазки потому что на замазке это опять посторонние вещества прививка не удается значит сделали ровный срез ровный срез поперек волокон сделали берем малый садовый нож он покрепче и он более надежный сделаем вот такой расщеп эта прививка называется вращаем посередине качающимися движениями заглубляем нож в древесину на 2-3 сантиметра значит берем прививочен нож то есть вот для чего у нас два ножа первым делаем надрез а вторым уже просто это уже такой более дорогой более проверенный инструмент значит у вас привойный черенок вы берете для прививки среднюю часть потому что верхняя часть у вас как правило почка не вызревшая либо подмороженная лучше не брать на прививку нижняя часть привойного черенка тоже имеет слабые почки то есть наиболее вот хорошая жизнеспособная древесина это вот середине черенка поэтому лишнее удалим над почкой делаем над почкой можно секатором можно вот ножом это не проблема берем значит две-три почки как правило я лучше 3 2 3 берите лучше 3 потому что это гарантия все-таки выше это мне это пока по двое у нас мы еще будем использовать значит вот у вас здесь по двое здесь привой привой делом двусторонний клин то есть срезаем на с каждой стороны на одну треть на легким движением руки так переворачиваем полиза клин получаем двусторонний клин так ножи это мне и теперь вставляем вставляем клин значит смотрите у нас толщина привоя значительно тоньше чем по двое поэтому мы вставляем по одной стороне чтобы слои камбия совпали хотя бы с одной стороны это ярко-зеленый слой который находится под да это значит вот у нас вот зелененький слой это клетки камбия то есть зеленый слой под на прием совпать хотя бы части вот ну что камби идет он по окружности наше нашего привоя хотя бы вот эта часть она обеспечит состояние прививки все прививка сделано теперь берем обмотку не не страшно если у нас диаметр вниз на абсолютно а если вот только вы к одной стороне его свели этого прививка удастся если поставить а посередине прививки точно не будут ясно и проводим обмотку возьмем вот изоленту как правило тут существует разная спора кто снизу вверх обматывать кто сверху вниз ну это не имеет решающего значения решающее значение имеет быстрота и качество срезов если все удачно обматываем мы для того чтобы механически закрепить либо не было испарение как правило если вы нормально делаете срезы у вас очеренок уже плотно сидит просто это для предотвращения высыхания привойного черенка замазывать варом ничего не надо на месте срезов прививки следует замазать только вот верхний срез на черенке чтобы он воду не вытягивал из черенка опять же для срастания то есть прививка называется в расщеп сколько таких прививок ты можешь сделать за условно за полчаса ну порядка двадцати сделаю если все готово как в этом случае когда есть хороший помощник ассистент ассистент это как проблемно сегодня выступать в этой роли а какая еще веточка подойдет для того что я мог тоже на ней попробовать нас такой же способ да хорошо сейчас вообще как называется вот эта прививка которую мы сейчас сделали прививка в это прививка в расщеп черенком ну да да правильно черенком есть глазком а это черенком так тогда предлагаю вам сделать вот здесь прививку готовим подвой так а теперь нож которым делается расщеп это вот так теперь я ассистент до крепко одной рукой держим этот где посередине плавают качающими движениями главное тут расщеп так так еще еще чуть-чуть чуть-чуть вот а вынимаем паски вам теперь так готовим подвой он должен быть к себе или от себя как вы правильно держать лучше держим значит от себя черенок и делом движение нас ну-ка 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 очень хочет так отсчитаем две-три почки так можно этим ножом так теперь я очень режем на 1 2 3 да вот мы как раз на 3 я вам помогу создать и чтобы проще было и теперь поехали мы делаем срез получено себя делать на себя вот так а вот оно что и палец стоп-стоп сейчас покажу вот как правильно поставить народ я вам покажу что значит техника значит делание срезов любая направлена на безопасность их выполнения то есть черенок держим крепко вот в одной руке нож нож и палец они идут параллельно друг другу не навстречу если они идут навстречу порез будет обязательно 100 процент он вот они они пара работает просто у вас большой палец работал как упорная планка насекатая и производим вот такой легкий срез то есть есть да удачно так теперь вставляем она же дайте подержу так ножик держим пальцами не касаемся срезов не касаемся аккуратненько вставляем внутрь так ладно одной стороне совмещаем вот да по одной стороне и глубже глубже чтобы до плечиков зашло с усилием усилия серьезно и и иначе ты за ленточка наши шнуровкой наружу липкой части наружу запомню так сама основа с перекрытием пол витка изолента чем хороша потому что она цветная и и всегда видно летом можете брать для яркости желтый цвет а что было заметно зелено тоже хорошо с а у меня немножко выпадение произошло так но это опыт этот это действительно нужен большой опыт для того чтобы немного практики потом я думаю это будет все выполняться практически на автопилоте также как вот мы садимся на велосипед кажется что сложно потом раз и поехали на всю жизнь а как мы закрепляем изоленту просто она за залипа сейчас я 3 а может торвать так ну вот первая моя прививка но с почином спасибо пожмите мне руку коллега причем здоровую руку это это редко бывает чтобы человек с первого раза практически без по без мази это здорово вручаю теперь поговорим о том что будет с этими прививками и когда вот мы сейчас привели я мир не знаю удалась прививка или нет когда мы там сможем быть ревизия прививок так называемого то есть контроль прорастания почек значит осуществляется в середине мая то есть если вот мы прививаем в апреле месяце то 15 20 число уже будет вам точно понятно удалось прививка или нет при первые признаки это распускание почек то есть почка идет в рост образуется новые листья побеги прививка удалась сто процентов вы рады счастливы опять же если у вас почка не проросла вы не обязательно сразу ее срезать оставьте ее до июня главное чтобы был черенок привойный выполнены если он сморщился становится сухим засох тем более срезайте на кольцо вырезайте полностью ветку прививка не удалась но опять же до июня месяца можно подождать лишь а есть какой-то способ который позволит именно этой ветки именно этой прививки тронуться в рост 1 в ущерб другим которых веток которых мы не хотим допустить рост как правило ветки которые родные они все равно быстрее идут в рост новые обрезка можем их контролировать чтобы от вас сокодвижение попадала и на нее потому что ответственность все таки большая новая ветвь другой сорт вы должны все сделать чтобы эта ветка пошла в рост сильнее как ты сказал на одном дереве может быть 40 прививок как это максимально да как запомнить где какая прививка и какой сорт для того чтобы не перепутать обычно вешают бирки то есть бирки либо бирка на таком из фольги делаться фольга фольга алюминиевая веревочки там карандашом продавливается название сорта и вешаться на на прививку самоудобно это наверное да самый оптимальный не смывается потому что фломастер это все все равно все смывается выгорает старый способ на фольге это самата лёш а как потом формируется дерево с учетом того что уже здесь есть в кроне прививки есть ли какие-то отличия от дерева которые абсолютно девственно непривитое как правильно перепривитое деревья значит максимальная значит используются вот эти привитые побеги из привитых побегов вырастает значит ветви их максимально используют а вот подвойный сорт как правило укорачивают то есть поменяет местами привой делаю это главным чем вот подвой лишь а будет ли какое-то отличие прививки одного вида дерева на другое вот например ты говоришь что можно привить грушу на яблоню груша яблони на грушу можно при нет яблони на грушу даже не пытайтесь это хитрая да это старая такая байка но это никто никогда и не привьет а груша яблони можно что еще какие деревья можно на какие прививать прививкой поддаются вот черноплодная рябина она идет на красную рябину груша прививаться на боярышник груша также идет на черноплодную рябину на иргу это дальновидовые прививки они как правило недолговечны но и хватает там на два на три года они рекомендуется в северных областях когда южный сорта груши можно привить на черноплодную рябину пригнуть к земле засыпать снегом она прекрасно перезиму а вот меня всегда интересовал вопрос если дерево морозоустойчиво да но районированно для этого климата идеально подходит а вот привой он нас допустим южный южного сорта зимой он вымерзнет или нет возможно есть такая что но как правило значит такие прививки осуществляет на молодых растениях на трех четырех летках на однолетках и со временем вот эти привой южно они адаптируются то есть есть влияние подвой на привой также как и влияние привой на подвой об этом еще в советское время писалось нечурин этим занимался вплотную лысенко мы трогать не будем но тогда позор позор нашей науки был период ну главное без этого практика доказала что то что мы вот сейчас сделали и произвели она работает она позволяет получить несколько сортов на ограниченной площади это очень удобно если вы имеете небольшой участок мало плодовых деревьев либо вам сорт ваш не нравится выкапывать и ждать сажать новое дерево и ждать сколько лет чтобы она заплодоносила это долго то прививка вы способны эту проблему решить за два-три года вы получите новую крону и новая сорта а если есть живой пень то есть дерево которое пострадало в результате я не знаю сама разрушение обрушение морозобои ему можно ли мы пень привить такие же молодые веточки либо это работать не будет можно но тут главное качество подвоя то есть чтобы древесина была цельна без повреждений грибами без различных там морозобоин там каких-то омертвеющих некрозов бактериальных гнилей то можно если хороший срез срез надо обновить и прививка есть за кору то есть там тоже срезается привой на черенки делается вот один простой косой срез вставляется между корой и древесиной по периметру обычно где-то 3-4 черенка вставляет такой пень 15 сантиметров отлично и из них формирует новое дерево это здорово вот как бы решает проблему новых растений на старом месте лёша вот ты знаешь ты мне сегодня самое главное внушил уверенность в том что я тоже своими собственными руками могу что-то сделать и надеяться на положительный результат ведь преодолеть страх и попробовать что-то новое ведь это тоже нужно каким-то образом в себя перебороть надо да это как новый этап в садоводстве то есть но каждый садовод я считаю должен попробовать хотя бы один-два раза привить и вы увидите радость свою прежде всего когда ваша прививка пойдет в рост я это вот помню по себе когда первый там раз привил грушу на черноплодную рябину и когда там появились через два года плоды то конечно там восторг у соседей был неописуемый все не представляли как но ты плясал вокруг билл бубит я не знаю я уже к тому времени успокоился и совершенно к этому спокойно и профессионально отношусь лишь большое тебе спасибо за рассказ за показ и за наставление я думаю что теперь обладая вот хотя бы первоначальным на навыкам проведения прививок я буду пользоваться этим способом для того чтобы помочь либо своим знакомым овладеть этими навыками либо спасти какие-то деревья мне кажется все это будет на пользу да прививайте на здоровье большое спасибо всем вам спасибо